Йоу, ребят, всем привет! Маргинштерн дропнул ещё один хайпер-поп-трек, и, конечно же, я не против сделать на него разбор. Получилось, конечно, не один в один, но, как по мне, довольно-таки годно. Вы же, ребят, напишите своё мнение после просмотра этого ролика, понравилось ли вам, похоже ли на оригинал. И также, ребят, напишите, в чём стиле из западных артистов этот бит. Я думаю, ребята, которые хорошо шарят в рэпе, при прослушивании сразу это поняли. И, собственно, давайте приступим. По классике смотрим звуки, которые я подобрал для этого видео. Это у нас три серума, и все, ребят, пресеты, все три, вы сможете получить легко и просто, подписавшись на мой инстаграм и написав мне влс в инстаграме. И я вам скину эти три пресета. Собственно, что за пресеты? Первый пресет это у нас аккорды, звучит он вот так. Такой жирненький, хороший пресет, да, пилообразный такой звук, классный. Далее у нас идёт снова серум, и это уже лид. И звучит он вот так. Главной фишкой является то, что у нас здесь вот включено порта, и выкручено оно примерно на 90. Моно и вот порта. И из-за этого у нас получается такой перетекающий звук. Как в оригинале. Далее. Третий серум. Это у нас тоже лид, но такой треугольный. Треугольная волна. Довольно простенький звук. И далее у нас идёт ударка, это 808. Кик. Клэп. И хай-хет. Эти звуки из нашего совместного с Алекс Чейзом дрампака, который вы сможете скачать бесплатно в моей группе ВК. В статусе группы будет ссылка. И также можете приобрести полную версию, написав мне влс в ВК или в инстаграме. И собственно, давайте приступим к написанию мелодии и самого бита. Выставляем BPM, это у нас 151. И Scale, это F minor natural. F minor natural. Окей. И пропишем корневые ноты, басовые. Это у нас F, D sharp и C sharp. Далее на октаву выше начинаем строить аккорды. Первый минорный аккорд. Далее у нас идёт мажорный аккорд. И третий аккорд, также мажорный. Окей, круто. Далее уплотним наши аккорды, добавив дополнительных нот. Это у нас будет G sharp и ещё C. Здесь мы просто возьмём, продублируем аккорд и кинем его на октаву вверх. А в третьем аккорде у нас будут вот такие вот дополнительные нотки. И у нас получаются вот такие более плотные аккорды, нежели без вот этих дополнительных ноток. Теперь вот этот аккорд мы растянем и продублируем, но без вот этой вот верхней нотки. Окей, вот такая вот у нас прогрессия аккордов получается. Послушаем. Теперь продублируем это. И во второй половинке вот этот вот аккорд мы вот так вот нарежем. Сделаем вот такой вот ему ритм. И послушаем теперь, как это всё вместе звучит. Здесь обычный, да, ритм. И под конец вот здесь вот так вот. И теперь всё это дело возьмём и в два раза ускорим. Зажатым альтом потянув за вот эту стрелочку сократим в два раза. И... кайф. Теперь гораздо динамичнее, быстрее, да, как в оригинале. Окей, переходим к написанию лида. Выставляем первую нотку, это у нас нотка C6. Растягиваем до вот такой длины и делаем переход в нотку A шарп. Далее переход в нотку D шарп. Потом F, G и снова F. Вот эту вот нотку чуть-чуть сократим. Далее у нас переход идёт в нотку C шарп, C и снова C шарп. Вот так вот примерно подвину нотки. Ну, в общем, примерно вот такой вот рисунок. Е-е-е. Дублируем. Вот эту нотку сразу опустим на нотку C. И под конец у нас будет вот такой вот рисунок мелодии. Сокращаем вот эту нотку. Ставим нотку G. Нотку A шарп. Нотку D шарп. C шарп. И C. Е-е. Круто. Ну, примерно как-то так. И далее переходим к нашему третьему лиду. Сразу можно скопировать вот эту вот часть и вот эту. Просто Ctrl-C и Ctrl-V. Окей. Ставим на своё место. Вот сюда. И, ребят, это будет довольно громко. Давайте заранее сделаем баланс громкости. Третий вот этот звук я сделаю сразу гораздо тише. Примерно вот так. Первые аккорды вот так. И лид вот так примерно. Вот так. Вот такая вот мелодия получилась. Звучит, как по мне, достаточно похоже на оригинал. И в третьем лиду в конце вот эти вот нотки растяну, чтобы они как бы друг в друга перетекали. И добавлю ещё нотку A шарп. Окей. Круто. Е-е. Кайф. И, ребят, собственно, мелодия готова. Вот такая вот простая, но при этом очень крутая мелодия. И можно приступать к драм-партии. Расставлю клэп по классике. 808-й ставим на корневую нотку. Велосити на максимум. И обязательно cut itself выставляем, чтобы бас друг на друга не накладывался. Далее у нас басок идёт, кстати, как ни странно, не по корневым ноткам. То есть не на нотку C шарп, а на нотку G шарп. Ну, окей. Так в оригинале. Ну, как бы от этого не хуже. Звучит круто. Далее басок уходит уже на корневую нотку аккорда. C шарп. Ctrl L растяну. Ну, мне кажется, так более удобно. И сделаю слайды. Жмём на вот эту кнопочку. Оп. И теперь мы делаем слайды. И слайд. Ноты у нас будут G шарп и F. И по длине делаем их вот такими вот. Достаточно короткими. И у слайдовых нот я сделаю велосити стандартно. Окей. Дублируем. Но во второй половине у нас уже не будет слайд нот. И вот эта вот нотка у нас будет уходить на нотку G. Ну, это так в оригинале. Окей. Круто. Расставлю кик. Вот так вот. Оп. 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 И оп. Выкручиваем громкость на максимум, чтобы было так поплотнее. И на мастер софт клипер. Оп. Софт клипер. Готово. И добавлю небольшую пробежечку вот здесь. И вот здесь. Оп. Послушаем. И кайф. И в аранжировке у нас будет ещё один момент. Да. Давайте сделаем групповой канал. Зажатым контролом выделяю наши мелодии. Иду, к примеру, на 20 канал. Правой кнопкой. Row to the strike only. Оп. Готово. И накидываю сюда gross beat. И сделаем вот такой вот пресет. Обязательно выбираем вот здесь вот. Empty. То есть не вот здесь, а вот здесь. Ставим вот здесь вот точечку. Правой кнопкой. Оп. Single curve. Выбираем. Вниз. И делаем вот такой вот рисунок. Оп. Оп. И так до конца. Получается у нас будет 8 вершин. Раз, два, три, четыре. И ещё столько же. Оп. В сумме 8. И вот здесь вот опускаем. Оп. Давайте послушаем. Круто. Добавляем динамики. Звучит прикольно. Сразу давайте сделаем create automation clip. Сделаем автоматизацию этого дела. Допустим. Поставим два паттерна. И сделаем вот какую-то автоматизацию. То есть здесь у нас она будет выключена. Вот здесь включена. Послушаем. И можно заметить, что становится тише. Да. Вот сейчас. Прям очень заметен этот переход. И это можно исправить таким вот образом. Сделаем автоматизацию громкости нашего группового канала. И чуть-чуть компенсируем громкость. Нажму вот здесь правой кнопкой. Copy value. То есть скопировали значение. Чтобы при редактировании чуть-чуть сдвинули. Да. И уже сбились. Можно просто оп. И past value. Все. И чуть-чуть буквально. В левом верхнем углу мы можем видеть, что у нас 80%. Да. Сделаем 85 примерно. Оп. 85. Окей. И вот так же вот здесь. 85 выставлю. Ну может быть можно даже чуть-чуть еще громче. Давайте 89 сделаем. Окей. Тоже сделаю copy value и past value. Да. Я думаю вот так вот будет достаточно вполне. Круто. И собственно ребят. Бит практически готов. Осталось сделать аранжировку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА и ребята вот собственно такая вот аранжировка получилось мега простая ничего сложного тут нету целом все видно на экране вот здесь вот автоматизация из гроз бита до который мы уже сделали вот в этом моменте она играет да и кстати тут должен быть еще и вот этот лид как бы вот такой вот дроп у нас имеется чередуется вот эти вот два лида потом они играют снова вместе до под гроз битом далее снова первый лид и снова не вместе и вот такой вот конец кайф собственно ребят вот такой вот разбор получился я надеюсь вам понравилось напишите ребят комментариях свое мнение понравилось ли вам похоже ли на оригинал я надеюсь вам понравился этот ролик вы узнали для себя что-то новое или же просто он вас вдохновил если да то это круто не забывайте ребят оценивать видео подписываться на канал если вы вдруг не подписаны оставлять комментарии и делиться этим и другими роликами со своими друзьями битмейкерами на этом ребят все всем удачи и творческого вдохновения до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok